Здесь можно пострелять из лука. Корейцы это очень любят, особенно дедушки. Повально, все дедушки в Корее практически этим занимаются. И у них такие соревнования проводятся. Сейчас вот просто будний день, никого нет. Здесь обычно полно дедулёшечек. И вот такие вот паровозики возят туристов здесь на экскурсии. Такие открытые, видите? В традиционном стиле, как царей, как императоров вас вот так будут здесь катать. Приезжайте к нам в Сумон. Сюда приводят школьников, всяких детсадовцев. Принято приводить и туристы. Сами корейцы очень любят здесь отдыхать, потому что здесь много есть чем заняться. И летучих змеев здесь пускают, и просто в игры всякие играют. Но мы сюда приехали не за этим, а приехали сюда для того, чтобы посмотреть, как живут не в современных каких-то районах корейцы, а в традиционных, в старых домиках. Посмотрим на старые улочки, как они выглядят. Корея, она разная. Видите, на автобусах привозят школьников, студентов, детсадовцев. Столько автобусов. Много. Очень, да? Я тоже, когда училась в университете, нас возили по всем, по всем, по всем, по всем достопримечательностям. Во все города и в Пусаны, куда мы только не ездили. Так, а отсюда вообще я смогу выйти? Сомневаюсь теперь я. Что-то я зашла куда-то не туда. Начинает, зацветает азалия. Выглядит она, как искусственные, да, какие-то цветы. Это вот на солнышке сейчас она зацвела. У нас во дворе она еще не зацвела. Вот когда начинает цвести азалия, вся Корея превращается в какой-то один сплошной парк. И вот мы здесь видим старый район. Старый район. С домиками старенькими. Все эти дома разные. Ни один не повторяет другой. Господи, что за косноязычие? Там, вон, видите, на крыше бабулечка развешивает белье. Часто, если кто-то смотрит дорамы корейские, вы в курсе, да, как все самые романтические сцены, любовные, происходят вот так вот на крыше. Обычно, да, девушка всегда бедненькая. Парень всегда богатый. Ну, как везде. В общем, я бы не сказала, что в таких домах живут бедные корейцы. В основном в таких домах живут владельцы тех самых домов. И так как они владеют не только домом, но и землей под этим домом, они долларовые миллионеры. Это миллионеры, которые... А, ветер дует, опять ничего не будет слышно. Сирень, смотрите. В Корее редко встретишься. Не знаю, почему. В Корее не так много, как в России, но встречается. Ну, везде идеальная чистота. В принципе, в Японии тоже, наверное, таких полно булочек, да? Вот так вот люди живут. Смотрите. Такие дома. Лестницы есть наружные. И внутри есть лестницы. Очень натыканы рядом друг с другом. Нет никакого вам огорода. Огород у всех на крыше. Есть на крыше огород. Вот тут такая тишина. А, я не знаю. Так стрёмно мне говорить. Вот, видите. Вообще нет. Ни кусочка земли. Нет ни кусочка земли. Поэтому, если что-то хотите посадить, то только на крыше. Видите, каждый дом уникален. Уникален. Своебразен. Прикольно, да? Конечно, ни о каких парковках здесь не может идти речи. Вот так вот, если заехал на машине, потом хрен выйдешь. Тут, видно, инвалиды живут. Вот такие вот укромные улочки. Сейчас еще буду показывать. Вот видите, как паркуются. Прям вообще к стеночке, к стеночке. Пять сантиметров буквально, наверное, от стены. Да? Смотрите. Ай-яй-яй. Вот проблема в таких районах, которые строились в те времена, когда о машинах никто и мечтать не мог, конечно. Вообще не знали, что это такое. Поэтому не предусмотрено ничего. Но здесь очень строго с какими-то левыми парковщиками. Левые люди здесь не могут припарковаться. Поэтому только свои паркуются. И они уже намострячились. И паркуются профессионально. Близко-близко к стенке. Смотрите. Миленько, да? Все равно как-то. Как-то миленько. Тишина идеальная просто. Слышно только птичку какую-то. Обратите внимание на провода. В таких районах, а таких районов очень много в Корее, очень много. Наверное, столько же, сколько и новых районов. Пополам где-то. Вот такие старые и новые районы. Поэтому вот таких вот проводов. Ну, в этом какая-то экзотика тоже. То, что меня раньше ужасно бесило. В том сейчас я начинаю уже видеть какие-то интересные моменты. Видите, парковаться тут строго запрещено. Стоят камеры, и кто-то посторонний здесь уже не сможет припарковаться. Вот, видите? Традиционные крыши. Вот такие сельские супермаркеты. Никаких вам тут 7-11. Вот такие вот щупа называются они. А, это Мунгу, да? А, это еще и Мунгу. Мунгу-Вангу. Тут, короче, канцелярия, игрушки детские какие-то. Это не просто щупа. Так прикольно. Смотрите, какие цветочки красивые. Это настоящие. Выглядят как ненастоящие, да? Так, тут какое-то, видно, учреждение. Школа, наверное. Да, похоже, что это школа какая-то местная. И вот я сюда иду, чтобы крыши вам показать немножко. Вид сверху такой, да? Вот так вот здесь выглядит школа. Наверняка тоже довольно старая. Но, как видите, выглядит опрятно. Видно, ее реставрируют. Вот так вот выглядят крыши. При ближайшем рассмотрении симпатично. Но если подняться куда-то на гору и посмотреть вот на такой район сверху, это будет выглядеть как куча мусора. Правда. Ну, по крайней мере, у меня так воспринимается. Как куча мусора. Все разноперстое, потому что все-все-все вот такое разное. Такое мелкое. И как бы такой вот вид непрезентабельный. Да, это здесь школа, поэтому здесь канцелярские вот такие допотопные магазинчики располагаются. Ну, скажите же свое очарование. Я прям не могу. Я прям с удовольствием бы хотела пожить в этом райончике. Как-то это совсем другая жизнь. Абсолютно не так, к которой мы привыкли. И если жить в таком районе, это будет казаться, что ты вообще в другой стране находишься. Смотрите, лук растет. Лук, лук, парей. Вот так огородов нет, так они, видите, вот так выкручиваются. Салатик посадили. Стульчик тут стоит у них. У всех разные двери. Обратите внимание, двери у всех разные, оригинальные. И кто как может украшает, короче, свое жилище. У кого-то, видно, дети украшают, балуются. Видите, кто-то разрисовал вот так вот. Принц. Напишите в комментариях, нравятся вам такие улочки. Да, после этих муравейников, в которых мы все живем, хочется, хочется вот какой-то экзотики, да, пожить. Смотрите, кто на что гораст. Кто на что гораст. Поэтому и в общем с расстояния и выглядит как этот, как куча мусора, потому что кто на что гораст. При ближайшем рассмотрении уже не так печально. Вот тебе, белоснежка. Все. Все, что хочешь, найдешь тут. Здесь все разрисовано. Садов зелени не хватает здесь. Так вот, видите, они ее нарисовали. Да, это вам не опаты, где сады цветут и пахнут. Здесь негде особо сажать. Видите, сколько горшков. Вот так вот раньше стеклом стеклом отделывали раньше вообще все заборы. Я помню, когда только приехала в Корею, я была в шоке. Мы еще работали в какой-то такой провинции. И там была, ну, были вот такие улочки, много их было. И все заборы были вот так стеклом сверху отделаны. Знаете, от кого? От котов. Корейцы ненавидят котов. И от котов таким образом они, чтобы коты не залазили, отгораживались вот этим вот стеклом. Бедные котики. Представляю, как они себя чувствовали на таком заборе. Эх, ну, что делать? Коты у корейцев ассоциируются с какой-то нечистой силой, нечистью. Вообще считаются плохими животными, с плохой аурой, в отличие от собак. Поэтому в корейских домах вы очень-очень-очень-очень редко встретите, чтобы люди держали кошек. В основном только собачек. Такая красота. Тетечка стоит, на меня смотрит так недобро, надо быстрее ретироваться. Скажет, что она тут высматривает. Видите, как красиво. Вот у кого-то, смотрите, вишня цветет, или яблоня, не знаю. Или сакура, так уже отцвела. на сакура, когда появляются листики, это уже либо не сакура, либо она отцвела. Красиво, да? Смотрите, какие интересные дизайны домов. На что похоже? Напишите, на какую страну еще похоже. Я слышала, что не то на Бразилию, не то на Венесуэлу похожи эти домики. Мне интересно, кто меня смотрит из-за границы. Вот бабулечка как смотрит неодобрительно. А тут вот клубничку посадили. Смотрите, клубничка цветет. Салат. Ну, конечно, кому понравится, когда его дом ходят, снимают, смотрят, еще и на камеру снимают. Это я Варламова смотрю, любимый у меня блогер Варламов. Так он тоже сталкивается часто с этой проблемой где-нибудь в Европе. Заходит какой-нибудь двор снимать, а люди полицию вызывают. Типа снимают для того, чтобы какой-нибудь теракт потом совершить. Боятся. Ну, не то, что боятся люди, но никакого восторга не испытывают. Тут вот какой-то местный маленький заводишко, видите? Что за заводишко, не пойму. Это написано иероглифами. Что-то изготавливают. Малый бизнес, такой же, как у мужа у моего, да? Какие-то трубы, видите, тут. Все это так открыто и выглядит довольно небрежно. У моего мужа хоть там в горах запрятано, а тут на самом видном месте такие заводики некрасивые. Ну, вот так вот, да, череда жилых домов с какими-то вот такими небольшими производствами. А где производство есть, там всегда мусор. Вот почему я не люблю. Видите, какие-то тут кучка мусора, там кучка мусора, тут что-то навалено, там навалено. Вот это мне совсем не нравится. Понятно, что производства без этого не бывает, но смотреть на это совсем не камильфо, да? Тут же вот жилой дом. Наверняка люди здесь живут, а здесь свой имеют какой-то малый бизнес. Так. Даже на такой улочке есть вот такая сортировка мусора, видите? Перерабатываемый мусор, стекло, банки консервные, пластик. Вот так вот. А это такое здание, уже называется вилла, где можно снять просто комнату, двухкомнатную маленькую квартирку, однокомнатную, если вы студентом, один живете, хотите сэкономить. Вот так вот живут. Есть ли в Корее неблагополучные какие-то районы, где живут только гетто, одни нищеброды? Нет. Таких районов нет в Корее. я не видела ни разу, и недавно я спрашивала у мужа, он сказал, что таких районов нет. Бомжи живут на станции метро Сеул-Йог, и еще, может, у них какие-то там есть облюбованные станции метро бомжи в Корее есть, и они сконцентрированы в каких-то местах в Сеуле. В пригородах бомжей я не видела ни разу. Они там сконцентрированы, потому что их там моют, кормят, одевают. Единственное, что у них нет, так это койко-место, поэтому они строят там себе какие-то из коробок ночлежки и спят. Остальное все у них есть. вот такие вот мини-магазинчики. А тут вообще вон, как разрисовано миленько. Кто-то вон Сакуру нарисовал. Работает дядечка вон. На крыше огород у него. Вот он там работает. Это опять пошли вот эти виллы. Это самое что ни на есть при самое как это сказать бюджетное жилье в Корее. Сейчас я покажу. Отойдусь в тенек немножко. Солнце светит прямо в камеру. Есть новые виллы. Я их вам показывала уже. Там виллы новые и все равно они конечно стоят намного дешевле чем апаты. но все таки вот такие старые здания старые виллы там квартирки маленькие сдаются однокомнатные двухкомнатные ну есть и трехкомнатные но условия там не ахти это самое при самое что в Корее есть бюджетное жилье я не знаю там за 300 долларов в месяц можно снять квартиру по корейским ценам это как бы вообще бесплатно вот а так аренда жилья конечно в Корее очень дорогая в принципе соответствует зарплатам вот такой тоже голубой дом недавно покрасили видно еще блястит а тут вот уже улочка смотрите позеленее то есть каждый вот такой вот проулочек он выглядит абсолютно по-разному сейчас тоже стало модно строить вот такое малоэтажное жилье но его строят как бы кварталами такими и там все домики одинаковые там у них садики огородики все такое современное супер красивое и они выглядят все одинаково а тут видите каждый проулочек выглядит по-разному кто-то любит вот так зелень а кому-то она не нужна не хочет за ней ухаживать смотрите какая милота вот тут явно какой-нибудь ботан живет смотрите я хочу пожить в таком домике такая красота даже тюльпан смотрите как мило подвязали если бы я жила на такой улице я бы жила вот в таком доме видно что дом очень старый старый поэтому это только зелень то тоже какие-то плодовые деревья никакого музея нафиг не надо ходить только по таким улицам да вот тоже у кого-то сад присад прям такой как они еще стоят эти дома до того глядишь и развалится уже скоро а здесь мы видим Сувон Администрация этого района сидит здесь все эх закончился старый район началась обычная Корея современная да так жалко мне не хочется уходить отсюда пойду еще поищу еще хочу хочу еще целый день буду гулять вот видите кафе какое-то так миленько все как игрушечка все игрушечное чем мне Корея нравится здесь все как будто игрушечное такое как будто ты в какой-то стране лего находишься все чистенько все уютненько все так компактненько компактно компактно и от этого ощущения что ты дома вот даже на улице нет такого ощущения что ты на улице а как будто ты у себя дома находишься такое вот ощущение тут уже пошли какие-то всякие офисы учреждения смотрите как выглядит участок перед администрацией этого района в Корее как всегда очень много внимания уделяется именно природе оформлению снаружи нежели самого здания само здание может быть абсолютно заурядное серое неприглядное но вокруг должны цвести сады все должно благоухать вот такая вот красота создается в принципе как везде да не сказать что что-то такое прям роскошное как в любом жилом комплексе но все равно мило видите какая беседка сейчас я ее засниму подальше отойду какие-то скульптуры из камня тут что-то еще а сейчас будут делать навес какой-то здесь рабочие работают вот тонноль тэбак тонноль будут делать беседку я хотела вам показать вот такая вот в национальном традиционном корейском стиле красивая беседка я их очень обожаю не знаю мне прям ой как люблю я эти беседки тут вот тюльпанчики высажены и цветочки разные красивые да смотрите какие они не то тюльпан не то роза не то пион не поймешь очень пышные такие знаю мама у тебя на даче такие есть у тебя все есть все что может быть и не может вот видите здесь водят детей здесь наверное а это наверное музей какой-нибудь кстати сегодня ангелушку тоже с садиком повезут в какой-то музей она такая довольная с утра разбудила меня в 7 утра мам пошли в садик я говорю какой садик спи давай она нет и все собралась оделась мы сегодня в музей говорит пойдем так пакмульгван да точно музей музей крепость тихвасон сувон пакмульгван вот тут перед музеем есть такой стенд и здесь все достопримечательности указаны на которые стоит посмотреть видите сколько их здесь очень-очень много вот этот паровозик который я вам показывала вот так вот возит людей вот они дедулечки с луками про которых я рассказывала вот так можно самим что-то поделать сфотографироваться в ханбоках в общем все-все-все что есть и в сеульских дворцах здесь тоже есть видите так что смело можно приезжать в сувон прекрасная атмосфера непередаваемая шикарная погода так мне хочется чтобы вы все сейчас здесь оказались прям я не могу ну хоть так вот поделиться с вами своим шикарным настроением велосипеды прокатные сочетание сочетание красоты сочетание хорошей погоды весны и сочетание детских вот этих вот криков визгов голосов смеха радости оно делает просто не знаю счастливым хочется просто вообще парить над землей такое всегда настроение стоит выйти из дома в Корее вот такое появляется настроение хотя я люблю пасмурную погоду я люблю дождик такой вот но все равно такая красота вокруг господи за что мне такое счастье жить в этой стране сама не понимаю чем заслужила как всегда ручей с набережной в каждом в каждом в каждом уголочке Кореи будет вот такой вот ручеек речка ли озеро ли оборудовано вот такими вот прогулочными набережными булочки гуляют пакетик травы набрали уже наверное травку собирают табличка не пяньтесь в телефон когда переходите дорогу иначе вас собьет машина мужик сейчас прошел мимо меня идет поет вовсю душа у него видно тоже поет так же как у меня вот тут дедулечки на стульчиках сидят себе выставили себе каждый по стулу видите из своих забегаловочек выходят и сидят как у нас бабушки перед подъездом на скамейке так тут вот дедушки сидят не знаю почему но в основном сидят вот так дедушки вот тут помидорчики тебе настоящие вкусные мясистые помидоры можно купить только на рынке в магазине таких не купишь вот а тут вообще дедуля смотрите выделился целый диван себе поставил никто особо не парится эстетика не эстетика удобно вынес поставил сел и сидит так ну что будем наверное возвращаться вот видите у каждого нормального дедана должен быть свой стульчак на котором можно выйти посидеть на улице белота у каждого это свой мини-магазинчик мини-бизнес у нас макки запахи шикарные кунжутное масло здесь отжимает где-то мини-какой-то заводик по отжиму кунжутного масла так вкусно пахнет что слюной не схожу это видите мини мини-фруктовый магазинчик так нам по-моему туда все я по-моему тут ориентиры уже потеряла а вот смотрите какое стоит здание тут уже явно никто не живет это все уже да совсем совсем старье а знаете что делают с таким старьем когда например хозяин этой земли этого дома не дает разрешения снести свой дом либо его не устраивает цена которую ему в общем предлагают так как земля очень дорогая вы знаете в Корее так вот его может не устраивать тупо цена и он будет еще сто лет держать вот этот домишко и никто его не снесет таких домиков очень много в Корее вот вот тоже видите развалюха стоит совсем никто там не живет но так как они владеют этой землей под этим домом они не не дают его не продают в общем по разным причинам вот в таком стиле традиционном корейском мне очень нравится я даже мужу говорила что если мы будем строить свой дом то в таком стиле но сейчас я уже не особо уверена в этом но смотрите какая красота если мы едем куда-то на отдых на остров Чейджу или еще куда-то я всегда предпочитаю останавливаться вот в таких домах это безумно романтично очень красиво видите фонарик такой висит божечки мои такая красота тут кто-то перчик посадил маленький еще совсем молоденький перчик тут же вот видите противопожарная система стоит чтобы перчик не сгорел на солнце шучу конечно вот местный житель привет добренький не лает на меня да хорошая собачка хорошая собачка привязали ничего не напоминает нет напоминает какой-то советский двор знаете мы тоже так вывешивали всегда сушится белье на улицу так мило вот такой вот вид сверху корейские фавелы местность горная это сейчас так уже не строят прям прям на горе вот так дом раньше строили видите как это вот смотрите тут уклон реально очень крутой сильно крутой уклон и дом вот так вот стоит прямо на склоне и ништяк здесь один этаж там два этажа а там уже три этажа круто что умели строить еще издревле видите все не важно на любой местности поставят тебе дом ну никакие тут красота прям сразу на дачу хочется на дачу видите какой старый дом что за дерево такое похоже на яблоневый запах такой прям яблони но это на яблони не похоже либо это абрикос либо персик либо какой-нибудь орех не знаю не разбираюсь не разбираюсь ну что ж я надеюсь вам было интересно если вам интересно еще погулять по таким старым улочкам пишите в комментариях я с удовольствием сама еще погуляю конечно и для вас засниму может какие-то другие улицы вам интересно посмотреть всех люблю всем пока пока